Привет, друзья! Мы с вами договаривались, что вы пишете свои вопросы под видео, я на них отвечаю. И один из ваших вопросов был рассказать немножечко про наш новый предтреник Rage 2.0, в чем его отличие от предыдущей легендарной версии Rage. Но так вышло, что мы выпустили уже еще одну новиночку, это Upgrade. Upgrade – добавка для предтрена нашего и, в принципе, полноценный самостоятельный продукт. Это не просто анонс, не реклама. Я постараюсь рассказать, пусть коротко, но о всех компонентах, которые входят в состав предтренировочного комплекса. Расскажу о той, так скажем, миссии, о той идее, которую мы вкладывали в продукт предтренировочного комплекса. И что лично я понимаю вот этим словом. Ведь зачастую, покупая какой-то американский продукт, выждете, что у вас будет дико штырить, у вас будут такие вот зрачки. Но при этом тренировочный процесс у вас получается практически смазанным, неполноценным, потому что не нужно путать слово «предтренировочный комплекс» и «штырилка» с кучей гераний, других стимуляторов, которые практически не оказывают никакого положительного эффекта на ваш тренировочный процесс. А вот этот перегруз ЦНС, постоянный, долгий, поверьте, в итоге скажется только негативно на том, что вы делаете, на том, как вы занимаетесь. Поэтому я не то, что противник, ни в коем случае такие продукты нужны, которые штырят, причем не по-детски, но их нужно применять не на постоянной основе, ребят. Что в моем понимании «предтренировочный комплекс» – это продукт, который помогает вам тренироваться эффективнее, помогает вам раскрыть ваш потенциал, помогает сделать тренировку дольше, интенсивнее, улучшить ваше восстановление во время и после нагрузки и также оказывает положительное воздействие в целом на организм. Для этого мы используем природные адаптогены в составе нашего комплекса. Я вам сейчас зачитаю состав. Сначала Rager 2.0 и я его себе выделил на отдельный листик блоками. Знаете, как обычно, американцы любят писать там «памп-матрица», «фокус-матрица». Я в таком же виде для вас собрал компоненты, чтобы вам было более понятно, какая у них целевая направленность. А так погнали. Сразу скажу, что аналогов в России нет. В мире, думаю, что-то похожее есть у наших иностранных коллег, но не более чем просто похожее. Состав Rager 2.0. Цитрулин, малат, аланин, таурин, тирозин, аргинин, кетоглюторат, глицерин, моностеорат, бетаин, лейцин, кофеин, валин, изолейцин, глицин, биоперин, экстракт зеленого чая, экстракт джиншеня, витамин ПП, никотиновая кислота, экстракт виноградной косточки и йохимбин. Вот такой вот состав. В ближайшее время уже следующая партия будет еще обновлена, и в нее будет добавлена янтарная кислота. Она не успела поступить к нам на склад, я уже сообщил о том, что продукт выйдет, поэтому была сделана этикетка «Все по-честному», янтарки нет, мы ее не стали писать. Она уже на складе, и следующая партия будет еще более улучшенная. Могу забыть, тут это не выписано, для чего нужна янтарная кислота. Она улучшает процесс введения продуктов распада, то есть молочной кислоты, плюс является хорошим антиоксидантом дополнительным, еще ко всему прочему. То есть ваша тренировка будет более интенсивной, мышцы будут меньше закисляться, вы сможете работать дольше. Поэтому янтарную кислоту зачастую прописывают спортсменам и сборникам олимпийских спортов, мы ее включили в состав продукта. За счет добавления янтарной кислоты мы снизили количество лимонки, то есть и на вкус влияет это положительно, и плюсом, соответственно, мы имеем крайне полезный и эффективный компонент. Сначала все будет довольно-таки просто, матрица стимуляторов, которые находятся в Rage 2.0, они все весьма мягкие, не вызывают серьезного привыкания, и еще на шаг вперед. Через месяца полтора выйдет Rage 2.0 кофеин-фри, то есть без кофеина. Притонировочный комплекс, в нем будут только стимуляторы растительного происхождения, такие как, например, экстракт гуараны или экстракт джиншеня. Тоже продукт интересный, разрабатывается он для меня лично, считайте. Но что делаю для себя, то делаю я и для вас. Стимулирующая матрица Rage – это таурин, кофеин, экстракт джиншеня. Это очень мощный натуральный продукт для стимуляции центральной нейросистемы. Кроме того, оказывает параллельное действие на иммунную систему, на мужское здоровье в целом. То есть все-таки это такой уже комплексный продукт растительного происхождения, который рекомендовал себя уже за века. Да, используется также в традиционной китайской медицине и медицине других стран. Ехимбин, который непосредственно именно в связке с джиншенем может оказывать ярко выраженное тонизирующее действие. Еще он действует как афродизиак. Ну, я думаю, на тренировке вам это не потребуется. Но в целом по жизни тоже не самый плохой эффект. Интересное сочетание именно Ехимбина с джиншенем. Вообще Ехимбин зачастую применяется в комплексе с другими продуктами. Также, к примеру, очень эффективна связка клинбутерола с Ехимбином для похудения. Кстати, на сайте GeneticShop.ru вы можете найти наш клинотекс. Ну, там ссылочка где-то либо в комментариях, либо внизу будет. По кофеину. Здесь максимально разрешенная в России порция. Это 150 мг на один готовый коктейль. Такую же порцию вы можете видеть на Red Bull, на любом другом энергетике. То есть, 150 мг кофеина – это максимум, который может находиться на одну порцию. Воздействие таурина, женьшеня, химбина. Думаю, здесь не надо. Цель – стимуляция центральной нервной системы. Таурин – продукт хороший, эффективный, действительно работает. Просто не так ярко, как пытаются приписать таурину его действия. Ну, самое забавное, как вы, наверное, видите, сейчас продаются шампунь с таурином, и зубная паста с таурином. Даже я видел рекламу. Но каким образом ваши зубы становятся энергичными, я не знаю. Дальше. Памп. Номер один в матрице, это мой горячо любимый продукт – цитрулин. По цитрулину самое забавное. Для пампа гораздо больше исследований, в том числе и на паб-меде. И доказана его эффективность в плане накачки мышц гораздо более серьезная, чем у аргинина кетоглютарата. При этом аргинин очень-очень разрекламирован, и очень популярен, а цитрулин при этом находится в тени. На самом деле, ребят, цитрулин более эффективен, как пампище вещество, и в целом его можно, если мы будем рассматривать соло продукт для пампа, я бы склонил в сторону весов, в сторону... Я бы склонил чашу весов, скорее, в сторону цитрулина. Но, естественно, он обладает наиболее сильным эффектом, когда находится в комплексе, скажем, в матрице продукта, поэтому аргинин тоже есть. В чем же отличие основное цитрулина от аргинина, если он является его производным? Все очень просто. Цитрулин также помогает ускорять вашу выносливость и восстановление, потому что он улучшает введение продуктов распада. То есть это, грубо говоря, продвинутая версия аргинина. В совокупности с аргинином оба продукта проявляют примерно на 15-20% высшую эффективность по данным, которые мы имеем. То есть синергия продуктов нами учитывается, и мы стараемся это сопровождать разработку продуктов, добавлением компонентов, которые друг друга усиливают. Вторым номером идет у нас аланин. Продукт широко распространенный, известный. Сова я бы его не рассматривал на самом деле, к отдельной добавке. А вот в комплексе также отличное кровонаполнение ваших мышц. Вы их будете лучше чувствовать. Это будет градный эффективен для тренинга. Аргининг – это глюторат. Почему мы используем именно соль аргинина, а не чистый аргинин? Причин на самом деле несколько. Начну с самой честной, потому что разница в цене незначительная между солью аргинина и чистым аргинином. Чистый аргинин, он воняет саками, на вкус полнейшая блюотина. Поэтому использовать его в продукте, который должен быть вкусненьким, нереально. Его можно разве что капсулировать. Дальше. Аргининг – это глюторат. Доказанно обладает более высокой биодоступностью. То есть он сам по себе эффективнее. Поэтому в случае, когда вы приобретаете аргинин, даже как соло-добавку, потому что я, например, раньше ел только чистый аргинин, его приобретал как отдельный бат. И всегда смотрел на одну вещь, чтобы это был ААКГ надпись, а не просто аргинин. Потом поворачиваем баночку и читаем, что будет написано. Аргининг – это глюторат, либо аргинин чистый. Это важный момент. Выбираем мы с вами только соль аргинина. Это чистый памп, это улучшенная визолидация вашей мышечной ткани, также влияет положительно на мужскую гормональную систему, влияет на выработку гормона с мототропного, гормона роста вашего. Если вам недостаточно натуральной выработки, то вы знаете, есть сам АТЭКС. Это по аргинину. Дальше у нас идет глицериномонастерат. Это уникальный для российского рынка ингредиент. Он в данный момент в Соединенных Штатах Америки является номером один среди всех пампилок, пампящих веществ. Он очень сильно увеличивает периферическое кровоснабжение. И, наверное, самое интересное, то, что ни один бренд в России не выпускает пампилки с этим компонентом. За это отдельное спасибо отделу снабжения, что мы его достали, мы его нашли, мы его используем. Он пригоден для пищевой промышленности. И эта штука реально очень круто пампит. Многие за ней гоняются. Вот, пожалуйста, друзья, сертифицированный продукт, сделанный в России с любовью для вас. Экстракт виноградной косточки – это биофлавоноид. Он является мощнейшим антиоксидантом. Он примерно в 50 раз сильнее, чем аскорбиновая кислота. Также он снижает усвоение и помогает в выведении тяжелых металлов из организма. Улучшает общую энергетику за счет снижения холестерина вашего тела. То есть он как энергетик, как антиоксидант. Поэтому экстракт виноградной косточки, я считаю, даже как отдельный БАД можно приобретать, стоит приобретать. Я бы поставил его наряду с рутином по пользе. Продукт это очень-очень хороший и эффективный. Просто вы понимаете, да, что задача, конечно, здесь, в комплексе, предтрена, это ПАМ. Но если более широко смотреть на компоненты, вот почему я его создавал, понимаете? Это продукт на каждый день, который можно использовать перед каждой тренировкой. Вот задача предтренника. Делать вашу тренировку более эффективной, делать вас сильнее, выносливее и, конечно, более здоровым. А не вот эти вот угашивания собственного здоровья, постоянным приемом высоких дозировок. Это экстракты герани, тем более синтетической, которая зачастую используется. Так, дальше. Витамин ПП содержится у нас. Он является здесь транспортной системой для цитрулина и аргинина. Витамин ПП это никотиновая кислота. Кто в детстве ее принимал, ее часто прописывают врачи, ощущали такое небольшое почесывание. Оно как раз таки происходит за счет улучшения кровоснабжения капиллярной цепочки. Также является антиоксидантом. И самое забавное и интересное, об этом редко говорят, именно никотиновая кислота улучшает проводимость ваших нервных окончаний. То есть, именно благодаря добавлению никотиновой кислоты ваш сигнал от мозга к мышцам будет проходить более эффективно. Хорошая, полезная функция продукта. На мой взгляд. Помню, когда я в больнице лежал, у меня было лицо парализовано, мне кололи никотиновой кислоты под 10 кубов за раз. Ребята, это была жесть, потому что еще не успевали до конца ввести весь шприц. Как у меня начало было чесаться, все, я был просто весь фиолетового цвета. Было жестко на самом деле. Еще вообще шприц, 10 кубов вы себе представляете? Такая штука, мне кажется, такие шприцы используют для осеменения коров. Такие нездоровичие. Вот. Дальше. У нас идет, скажем, уже ноотропная матрица, которая влияет на работу вашего мозга, улучшает вашу концентрацию, вашу фокусировку на тренировочном процессе. Итак, компонент номер один – это тирозин. Он является предшественником дофамина в организме. Баланс дофамина и серотонина отвечает за ваше настроение. То есть применение во время тренировки добавок с тирозином будет очень эффективно, и полезно сказываться на вашем, так скажем, боевом настрое. Кроме того, непосредственно сам по себе тирозин, он увеличивает выносливость в организме. Вот для чего он был добавлен в продукт. Понимаете? Опять, в путь этой комплексы, да, он находится в ноотропной матрице, отвечающей за голову, так скажем, но при этом он полноценно оказывает задействие на вашу выносливость. Следующий компонент в списке – бетаин стимулирует гипоталамус и улучшает концентрацию. Но это не все. Бетаин зачастую сейчас рекомендуется и продается как продукт для защиты сердца, для лечения встречных заболеваний. Также он влияет положительно на работу печени в целом. А как мы знаем, именно в метахондриях печени мы окисляем основное количество жирных кислот. Поэтому тут у нас идет дополнительный энергетический эффект, как энергетического субстракта бетаина в процессе тренировочного процесса. И он идет как гепатопротектор дополнительно. Да, опять вот такое комплексное воздействие добавки бетаин, находящегося в комплексе тренировочного комплекса. Такая тавтология продукта Рэйдж 2.0. Номер 3 в этом комплексе это глицин. Я не буду на нем останавливаться надолго, так как у нас есть отдельный продукт глицин, и я хотел бы про него снять полноценное видео. У меня же в инстаграме про глицин уже есть минутный ролик, где я описываю все его положительные аспекты. Но давайте его сейчас быстро вспомним с вами вместе. В детстве надавали маленькие сладенькие таблеточки под язык, чтобы лучше работала голова. Следующий компонент, биоперин, работает в комплексе с бетаином. И, естественно, основная его задача тут влияет на более хорошее прохождение нервных импульсов. Но также очень-очень важный момент это то, что он до 50% может увеличить всасываемость других продуктов и их биологическую доступность. Потому что этот экстракт черного перца стимулирует тень кишечника и улучшает всасываемость. Но важный момент, в случае, если вы применять какие-либо лекарственные препараты, вам нужно в аннотации посмотреть, можно ли биоперин с ними совмещать. Потому что действительно может очень сильно повлиять на биодоступность лекарственных средств, которые вы принимаете. Либо наоборот, если вам нужно их увеличить, то вы можете совмещать прием биоперина с лекарствами, назначенными вам врачом. Этот момент немаловажный с точки зрения экономики и действия на организм в том числе. Последний, но не менее важный компонент, широко известный, это экстракт зеленого чая, который без вредных последствий для ЦНС помогает ее стимулировать. Также он влияет на липолиз, помогает ему получать дополнительную энергию жирных кислот. Поэтому номером 3 мы добавили этот экстракт. Вот такой вот, ребят, состав Рейдж 2.0. Как я сказал, он претерпит еще изменения, в него добавится янтарная кислота, возможно, появятся еще какие-то дополнительные интересные компоненты. Об этом сообщу, я уже непосредственно думаю, это в инстаграме или в сторис, это не такое глобальное имеет значение. Теперь Рейдж, добавка к продукту Рейдж 2.0, либо самостоятельный продукт апгрейдж, буквально недавно его сделали. Для чего? Как я сказал, задача Рейджа была сделать вашу тренировку более эффективной, более продуктивной, сделать тренировку дольше, либо позволить тренироваться более эффективно, то есть скоротить периоды отдыха, сделать большее количество повторений, либо работать с большим весом. Но многие, кто видел состав, сказали, что он не будет штырить, то есть люди хотят эффект, какой-то вот этот бешеный драйв, чтобы глаза были как у разъяренного быка. Я не могу не обращать внимание на то, чем говорят наши потребители. Поэтому мы сделали добавку, комплексную добавку для Рейджа. Это чистый стимулятор центральной генеральной системы, называется он апгрейдж. его можно применять как отдельной добавкой, так и спокойно добавлять порцию апгрейджа к Рейджу 2.0. Что из себя представляет состав апгрейджа? Это таурин, кофеин, экстракт гуараны, экстракт колы, экстракт джиншеня, экстракт сложного слова, элеутерокока и йохимбин. Про каждый компонент я вам отдельно уже сказал, но давайте пробежимся, чего у нас не было в Рейдже 2.0. У нас не было экстракта гуараны. Что это? Это донатор очень эффективного биодоступного кофеина, который содержится в гуаране, который также влияет, разгоняет, ускоряет стравлю нервную систему, помогает вам фокусироваться на тренинге. Экстракт колы улучшает работу мозга, обладает гатрицидным эффектом и анализирующим. То есть он как анальгетик снимает болевой синдром и ко всему прочему снимает воспалительные процессы и спазмы, что очень полезно для спортсменов не только во время тренировки, но непосредственно после нее. Вы наверное замечали, что после тяжелой тренировки эффективен. Экстракт колы снижает токсическое воздействие, вредных веществ организм улучшает мужское здоровье и также стимулирует процессы жиросжигания. Многие продукты влияют так или иначе на процессы жиросжигания. Это я коснусь отдельно, расскажу вам вообще как жиросжигание происходит, потому что оно поэтапно и нужно совмещать разные продукты, чтобы запускать разные процессы. Сейчас мы не об этом. Экстракт колы племена всяких там зулусов, как их называют. Тех, у кого есть доступ к этому растению. Это издавна зарекомендавший себя продукт, энергетик, поэтому мы его добавили. Дальше. Экстракт жиросжигания мы уже с вами рассматривали, элет утерокок рассматривали и юхимбин. Юхимбин также это стимулятор центральной нервной системы, является нафродизиаком в определенной степени и также влияет положительно на апгрейдж будет стоить достаточно дешево на полке, поэтому если вам нужно просто сделать тренировку более эффективной, вы считаете, что вам не нужны дополнительные добавки для пампа, действительно, это может быть вашим выбором. Для вас, ребята, как и обычно, у меня подарок. Я, к сожалению, не знаю, как это будет реализовано. На сайте уже мы этим занимаемся, программируем, к выходу в видеоролик будет все готово, поэтому внизу читайте закрепленный комментарий, там вся информация будет. Коротко, при покупке банки Rage 2.0 с сайта geneticlab.ru вы получите в подарок за рубль в чеке либо просто бесплатно вы получите баночку апгрейджа, то есть покупаете Rage 2.0 апгрейдж вам от меня в подарок. По-моему, это будет очень приятненько, просто хочу, чтобы вы могли попробовать, оценить продукт и попрошу вас потом вернуться к этому видео, когда вы получите вашу посылочку, выпейте первый раз предтренд и просто напишите ваше мнение, напишите, понравился ли вам эффект, напишите, что вы хотели добавить или какую продукту вы хотели увидеть в разрезе предтренировочного комплекса. Я еще раз благодарю вас за ваш правильный выбор, что вы с нами, что вы пользуетесь нашей продукцией, со всей ответственностью от чистого сердца, с любовью мы для вас ее делаем, кому было интересно, также ставьте плюсик, пишите вашу благодарность, расскажите вашим друзьям, нажав на репост, нажмите на колокольчик, он где-то, тут, по-моему, колокольчик есть, чтобы узнать о выходе нового видео, ну и поставьте палец вверх, всех обнял, поднял, заплакал. Ваш Руслан Халецкий, пока! Субтитры сделал DimaTorzok